В центре внимания рейдовой комиссии, на этот раз территория, относящаяся к району Красного двора. Здесь расположено много вызывающих обоснованный интерес мониторинговой группы объектов. Это и огородное общество, гаражно-лодочные кооперативы, бывшая воинская часть, а также пойма реки Муховец. Первой в графике стала локация, где долгое время под линиями электропередач находилось порядка 300 самовольно разбитых огородов. Самовольно – не значит навсегда. Так и получилось. Год назад граждане были оповещены о необходимости прекращения дачной деятельности. У людей было время забрать все необходимое имущество. Все постройки и ограждения теперь в течение месяца будут снесены. Мы продолжаем еженедельные рейды по осмотру и санитарному состоянию нашего московского района. Сегодня юбилейный рейд с учетом всех наших служб при ЖЭС – это 300-й. В составе комиссии сегодня у нас участвуют работники жилищно-эксплуатационной службы, руководители природоохранной нашей городской. И подключили мы с администрацией Московского района. И подключили мы еще в помощь нашего Ваську-пилота, который поможет нам с квадрокоптера подснять труднодоступные места. Также работали в рамках указа президента по работе с пустующими домами. С начала года выявили 17 таких пустующих домов. И по итогам года, по итогам проведенной работы с собственниками, предполагаем, что порядка 5-6 домов попадут уже в реестр пустующих. И в рамках указа президента по работе с неэксплуатированными автотранспортными средствами. 140 автомобилей мы выявили в этом году. И 11 автомобилей принудительно пришлось эвакуировать. Это касается тех владельцев, которые не услышали наши требования об эвакуации этих автомобилей с собственниками силами. Поэтому работа продолжается. И сегодняшняя речь также будет выявлять те или другие проблемные участки. А это бывшая территория воинской части. Объекты, размещенные здесь, находятся в ведении городского центра недвижимости и сдаются в аренду. К сожалению, арендаторы недолжным образом следят за прилегающими территориями. А потому автохлам, строительные отходы, бытовой мусор – настоящий бич этого проблемного места. Всё это вызывает серьёзную обеспокоенность инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Есть проблема утилизации неправильной вторичных отходов, которые подлежат переработке. Но инспекция с этим вопросом занимается. С областным комитетом полномочий достаточно, оснащения достаточно. Но, тем не менее, есть у нас и нарушители те, которые предупреждением или каким-то разговором не понимают. Поэтому приходится применять административную практику. Здесь у нас и протоколы, и базовые величины. Сегодня не секрет. С начала года в рамках рейда в составе комиссии при администрации Московского района было выписано более 1700 предписаний и требований. Составлено 17 административных протоколов, вынесено 40 постановлений. Системная работа будет продолжена. И, как показывает практика, где до совести нарушителей не удается достучаться обычными способами, наказание рублем обычно дает долгожданный положительный результат.